Добрый день, дорогие подписчики КАКТУС Медиа, с вами я, главный редактор Наталья Цимирбаева. Сегодня мы говорим о вполне летней теме, о туризме. Для тех из вас, для кто считает, что сейчас нужно говорить о вакцинации и коронавирусе, я говорю, что об этом мы будем говорить в следующую пятницу. Сегодня все-таки давайте поговорим о лете. И наша собеседница, член правления Ассоциации Туризма Кыргызской Республики, директор туристической компании «Фесткласс», автор программы «Чемоданное настроение» Валерия Багрова. Здравствуйте, дорогие подписчики. Первый вопрос, вот все-таки коронавирус, ехать или не ехать? Ой, вы знаете, я считаю, что это личное дело, в общем-то, каждого. Вот, личное дело каждого. Почему? Потому что... Первый вопрос, если коронавирус, ехать? Да. Это личное дело каждого, потому что я понимаю, что для многих находиться без отпуска, или проводить отпуск в стране, или вот это вот состояние без путешествия, это смерти подобно. Потому что масса положительных эмоций, масса всего. Есть некоторые ограничения, есть некоторые опасности, но я думаю, они преодолимы. И вот, знаете, я не очень люблю этот вопрос, ехать или нет. Если вы поставите более конкретный вопрос, безопасно ли и где безопасно, я могу рассказать более подробно. Да, то есть вот сейчас бытует мнение, что не успел сесть в самолёт, если, не дай бог, там один пассажир, у которого ПЦР положительный, или положительный, мы сейчас все путешествуем с ПЦР отрицательными, да, но вдруг ложно-отрицательный, и один какой-то пассажир в самолёте, и весь самолёт вышел больной, чихающий. Это не так. Потому что в самолёте существует суперсистема очистки воздуха. И уже провели массу исследований, что если... Вот для того, чтобы заразиться в самолёте, нужно сидеть рядом с чихающим пассажиром, ну, при условии, что вы находитесь в маске, нужно пролететь не менее, там, что-то, я не знаю, по-моему, 300 часов. Мон-стоп. Сидя вот рядышком. Только в этом случае вы сможете заразиться. Есть риск. 300 часов рядом. То есть, по большому счёту, это на самом деле безопасно. И, опять-таки, по-моему, мы говорили о том, что... Мы с вами, да, мы это обсуждали, что когда мы эвакуировали наших граждан, туристов из Египта, когда всё это началось, всё закрылось. В прошлом году. Да, в прошлом году, в марте 2020 года. Из 100, по-моему, 50 или 180 человек на борту, у нас было двое больных. Двое или трое, да? То есть, не было такого, что... То есть, они же все прилетели, у всех взяли ПЦР-тесты, разместили на обзервацию и так далее. И вот из этих 150-180 человек больных было совсем немного, и потом наблюдались, естественно, все, кто был там. Тогда это всё так отслеживалось более серьёзно, вы же помните, да? Поэтому, то есть, риски инфицирования минимальны в самолёте. Что касается курортов, то, опять-таки, во всех курортных зонах отели работают по принципам, по принципу безопасного, скажем так, сертификата. Это масочный режим для сотрудников, это шведский стол за стеклом, сотрудники отеля сдают тесты очень часто, дальше что? Отменены, ну, такие прям массовые-массовые мероприятия. Социальная дистанция, ну, мы понимаем, да, какая-то социальная дистанция на пляже и в море, тем не менее, я, опять-таки, вот как человек, который работает в туризме, я вам скажу, что на минимум случаев, когда люди, скажем так, заболевают на курорте. Вот прямо минимум. Вот я, например, в нашей компании, ну, не было ни одного. Были случаи ПЦР положительных до вылета, когда приходилось экстренно что-то менять. Там нет. А, то есть вид отдыха, вот если человек до пандемии, вний период путешествовал, и вот он приехал сейчас, и для него сильно изменится впечатление? Вот сейчас, да, сейчас расскажу, да, вот, наверное, основные изменения, это в плане шведского стола, то есть он такой же, но за стеклом, то есть ты уже теперь не можешь подойти со своей тарелочкой, наложить себе ровно столько, вот, и все сразу, и так далее. Сейчас за стеклом, ты просто показываешь пальчиком, за тобой ухаживают, тебе накладывают, вот, бытует мнение, что они там как-то по чуть-чуть, честно, вот я прям стояла, и вот эта вот Сёмга по утрам, у меня всегда подписчики спрашивают, что есть в отеле Сёмга? Вот я подходила к тарелке Сёмга и говорила, клади еще, давай теперь еще, и еще, вот сколько тебе надо? Они абсолютно с каменным лицом, две, хорошо, две, три, хорошо, три. А когда знают, что уже когда-то меня узнавали, они прям уже сразу мне там кучку накладывали, покажи людям, что есть можно, и мы не жадничаем. Но качество шведского стола осталось неизменным, но скорее я могу отметить то, что количество, наверное, все-таки уменьшилось. Но опять-таки в Турции, в Египте, вот на этом шведском столе, в любом, по любому направлению, куда бы ни поехали, в любом отеле существует шведский стол, это было настолько всегда изобильно, что вот я считаю, что вот подурезали, и слава тебе, Господи, да. И пусть так и будет. Детская комната, то есть еще это вот было, что там ребенка, и как сейчас? Есть и сейчас, но мы понимаем, да, что опять-таки все едут, уже теперь, уже принимают там якобы сертификаты вакцинации, мы пока это как бы не наш случай, еще, но все едут здоровые, ну, все же едут в ПЦР отрицательные. То есть, такая есть, детские комнаты по-прежнему работают? Да, они по-прежнему работают, но я имею в виду, что кроме того, что все здоровые, еще и на входе в детскую комнату, в ресторан, там еще в места, скажем так, общественное скопление, меряют температуру. Если что, сразу, ну, там, принимаются меры, сдаются ПЦР и так далее. Но это тоже такие редкие случаи. По большому счету, детские комнаты работают, но мероприятие сейчас, конечно, по большей части проводится на открытом воздухе. Ну, мы уже понимаем, почему. И еще какое ограничение, наверное, связанное с COVID, то, что нужно записываться, например, в СПА, если отель большой, если СПА не подразумевает, ну, то есть, если СПА не очень, то есть не может вместить всех и сразу. И мы понимаем, что когда, например, дождь, вдруг, все же куда? Вместо пляжа все в СПА. Поэтому нужно записываться заранее. Это не во всех отелях, но это вот такое вот, как бы, максимальное ограничение. То же самое, наверное, запись в СПА, в детский клуб, ну, на массаже, в спортзал. А поведение туриста должно как-то измениться в связи с COVID? Ну, жизнь изменилась в связи с COVID? Официально. То есть, понятно, что для самосохранения я должна вести себя немножко иначе. А вот требования, потом там сниму маску, где-то окажется, что меня за это... Смотрите, то, что касается отеля, на территории отеля маски не требуются, и никто не заставляет вас надевать маски. Единственным исключением является контакт с персоналом. То есть, это когда вы подходите к ресепшену, но, опять же, я наблюдала массу случаев, когда при вот таком контакте без маски люди, это первое. Второе, в ресторан тоже, то есть, весь персонал в масках и люди тоже, пока вы набираете еду, естественно, есть под маску не надо, только когда... Да, нет, нет, нет. А потом... Ну, вот в Турции сейчас ослабили меры, и даже я опять-таки наблюдаю... То есть, если год назад, когда только Турция открылась в сентябре месяце, я даже в машине, если едешь один, все были в масках, и по улицам ты вот как бы масочку, и к тебе подходили и спрашивали. В марте месяце в Стамбуле я заходила в магазин, мне говорили, пожалуйста, мадам, то есть, вот даже маску спустишь с носа, тебе говорили, да, пожалуйста, на улице могли подойти. То, то, что я наблюдала, например, в Анталии в июне этого года, то есть, спокойно, ни к тебе ни в магазине, ни на улице не заставляет надевать маску. В самолете нужна маска? В самолете обязательно нужна маска, да. И еще, наверное, по поводу безопасности скажу, что вот наше любимое направление это Турция и Египет, отели, персонал отелей привит на 100%, практически на 100%. То есть, вот просто в отеле правила, да, сейчас много говорят, что там как-то права ущемляют и так далее, но для безопасности все отели ввели правила, то есть, не вакцинированных сотрудников практически уже в отелях не осталось. То есть, сфера туризма на 100% практически вакцинирована. Если человек собрался ехать, то что ему нужно, ну, помимо стандартного паспорта? ПЦР-тест. Теперь нужен ПЦР-тест. Практически во всех, по всем направлениям. То есть, я даже уже и не знаю, куда они нужны, где нужны. ПЦР-тест, если человек вакцинирован, обещают, что нас будут пускать по паспортам вакцинации, но... Нас это Кыргызов? Нас, ну да, нас. То есть, уже для всего, Турция открылась по паспортам вакцинации для всех, Египет открылся по паспортам вакцинации для всех, но беда наших, наших кыргызстанцев в том, что мы пока не знаем, как выбьют паспорта вакцинации. Точнее, мы знаем. Мы знаем, потому что есть форма, да, то есть, все это разработали, все это показали, но то, что мы получаем, когда делаем вакцину, уже неоднократно мне приносили туристы, это вот бумажечка от руки заполнена. И она не принимается? Конечно. Конечно нет, потому что для того, чтобы въехать, например, в Турцию, в Египет, на паспорте вакцинации должен быть обязательно, значит, ну, сертификат вакцинации должен быть на английском языке, дата рождения, паспортные данные и QR-код. Ну, вот сейчас есть какой-то, вот что-то есть. Ну, вот приняли это, но пока не выдают. Вот я на самом деле говорю, как практика, я не знаю, где это, по идее, я так считаю, что ты сделал вакцину, прошел два этапа, тебе выдали сертификат. Ко мне сейчас приходят туристы с вот этими вот бумажечками, с правочками, с желтенькими, с печатями, там со всеми же, там прописано, какая вакцина, что, как, но это не имеет ничего, общего с тем, что мы должны предъявить там. Ну, допустим, паспорт нам обещают, сказали, что вот-вот будет, вакцина у нас всего 200, и на фарм, и спутник, для Турции, и Египта, это важно. Пока нет никакой разницы, какая вакцина, абсолютно, то есть просто паспорт вакцинации. Что касается немецкого посольства, наверное, тоже уже знаете, да, что с 5 июля они начинают принимать документы на визы, даже туристические, но только вакцинированных туристов и только европейской вакцины, которую у нас нет. А где ее взять? Не сказано. Я напоминаю, что мы говорим с Валерией Бобровой о выездном туризме, если у вас есть вопросы, вы можете их задавать. Мы продолжаем. ПЦР-тест нужно будет сдать и на обратном пути? ПЦР-тест нужно сдавать на обратном пути и это требование наше, Кыргызстану. Для въезда в Кыргызстанскую республику мы должны приехать сюда уже с ПЦР-трицательным тестом. И меня не посадят в самолет с положительным тестом? Нет. Вот хорошо, вдруг выяснилось, что у меня положительный ПЦР-тест, алгоритм действий, что мы делаем? Ой, так чудесно все происходит в Египте, сейчас рассказываю, да, сразу. Да, отели, это по правилам отели, если у вас ПЦР-тест положительный и вы в Египте, то вас селят в отеле в отдельном корпусе, в отдельной комнатке, вам приносят еду, кормят, поют. Вот был такой случай не так давно, когда вот туристы на 3-4 недели вот сдавали, а он положительный, сдавали, а он положительный, ложноположительный, он или что, человек чувствовал себя прекрасно, ну то есть у него был положительный. 4 недели человек провел в Египте. Обратный билет пришлось покупать за свой счет. То есть в другой комнате он провел? Ну да. Ну в смысле был балкончик, был балкончик, ну и давайте так, давайте так, выходил конечно погулять, никто там выходил, там лекарствочки какие-то, ну подпитать себя витаминчиками, выходил гулять на рассвете, поздно ночью, когда никто не видел, когда никого нет, ну сознательно оказался гражданин, да, гражданка точнее. Но, но, в Египте так, что касается Турции? Питание и проживание ему предоставил отель. Отель, да. И есть, так скажем, красная зона? Да, в каждом отеле, в каждом отеле есть красная зона, в каждом отеле, и Турции, и Египты, и везде это правило, курортных зон, что в каждом отеле должна быть красная зона. Вот этот сертификат безопасности, о котором я говорила, он включает там массу требований, то есть это масочный режим, социальная дистанция, чтобы столики расставили, вот это вот шведский стол, количество сотрудников, как они там, как у них берут ПЦР, как их вакцинируют, все это прописано. И вот одно из требований, это красная зона. И вот опять-таки, на законодательном уровне, в Египте, в частности в Шарм-эль-Шейхе, пациенты, о, извиняюсь, туристы, которых обнаружили положительный пациент, они, да, в пациент, он бесплатно проживает в отеле, чего я не могу сказать о турецких отелях. Я вот буквально недавно вернулась из Турции, и мы делали там обзоры, съемки, смотрели, как обстоит ситуация, ну, наверное, там 10-15 отелях. И вот в каждом я задавала один и тот же вопрос, а как быть, если у меня пациент положительный при выезде? А кто-то говорил, да, вы будете у нас в красной зоне бесплатно, кто-то говорил, нет, за свой счет, какие-то, кто-то говорил, что там отели как-то, ну, вот, когда сильно уж дорогой там отель, не готов я изолироваться, извиняюсь, там в отеле за 300 евро в сутки, даже если готов там отдыхать, но изолироваться не готов, да, то какие-то есть специальные, там, ну, типа, общежития, обзервации для туристов, вот, по максимуму, конечно, решают, помогают туроператоры, вот, и у нас есть, появилось, кстати, страхование, появилось, появилось страхование, которое предусматривает хоть какую-то помощь, вот в этом вопросе, потому что, я сейчас вот объясню, что вот хотя в Египте, да, проживать, обзерваться, вы будете за свой счет, то, например, в Турции и в других странах не везде так, да, то билет, вы в любом случае, при любом раскладе, покупаете за свой счет. Но у меня же есть обратный билет, он сгорел? Он сгорел, это чартерный билет, то есть ваш самолетик уже улетел, и сколько времени, он не переносится, но это особенность чартерных перелетов, потому что, там, грубо говоря, вы можете, 10-го не вылетели, но можете вылететь 20-го, 20-го он полный, куда вас там посидеть, да, то есть, вот так, ну, да, это так. И по поводу страхования, то есть, появилось страхование, страховой полис, который позволяет, ковид плюс, или по-разному он называется, такая специальная программка, которая в случае заболевания, если у вас пациент положительный, и у вас обнаружены симптомы, и вас нужно лечить в клинике, или оказывать вам медицинскую помощь, он действует, но сумма, если обычная страховка, это, там, 30 тысяч покрывает лечение, 20 тысяч, то в случае ковид, это, там, 3-5, есть, конечно, те, которые 30-20 тысяч покрывают, но стоит, она там такая страховка, около 100 долларов. Дальше, что касается случаев, когда, то есть, вы приобрели страховой полис, собираетесь вылетать, получаете сегодня ПЦР, чувствуете себя прекрасно, ну, или не прекрасно, неважно, но у вас ПЦР положительный, то в этом случае, страховой полис покрывает вам энную сумму ваших расходов на поездку, если вдруг вам не возвращает ваш туроператор, то где-то, где-то 300, где-то 400, 500 долларов, ну, где-то, в зависимости от программы, от суммы страхов, от суммы, которую вы заплатили за ваш страховой полис. И на обратном пути, самое интересное, да, они тоже покрывают, я бы помню, то ли 500, то ли 700 долларов, ну, пусть будет 500 долларов, но этих денег, естественно, вам не хватит на обзорвацию, если у вас там дорогой отель, да, это, как правило, только авиаперелет, ну, хоть что-то, да? Хоть что-то. Допустим, мы поехали с ребенком, и ПЦР только у одного из нас. У ребенка? У взрослого. Что делать? Как в этом случае, вот в Египте, где предоставляют бесплатное проживание? Вы остаетесь, ребенок, посмотрите, ребенок несовершеннолетний, он не может без вас улететь, даже если у вас ПЦР положительный, он будет с вами. Да, он будет с вами. А был такой чудесный случай в Казахстане, когда ПЦР положительный был у ребенка, но ребенку было 15 лет, и он, у него было, было разрешение на свободное перемещение, то есть он, видимо, где-то учился, приехал к родителям на каникулу, 15-16, до 15 лет, несовершеннолетний в любом случае. Но он достаточно взрослый, да, он остался один, и когда, то есть он остался один на тех же правилах, обзервации, ну, это семья приняла решение, то есть никто не заставит маму вылететь, если она, ну, вы понимаете, это просто такой был скандал в средствах массовой информации в Казахстане, что ребенка бросили одного на произвол судьбы, нет, абсолютно не так, то есть это ваше решение. Оплата? Все то же самое, все то же самое, то есть либо ваш страховой полис, либо отель, либо, но я вам так скажу... Страховой полис действует в этом случае и на меня, несмотря на то, что мой пациент... страховой полис действует только на ребенка, да, то есть расходы, которые возникли у меня в связи с моим ребенком, я несу исключительно на самом деле. Да, абсолютно, абсолютно, но опять-таки, да, что делать в данной ситуации? Ну, опять же, очевидно, что либо боитесь не ехать, либо прежде чем бронировать какой-то конкретный отель, нужно уточнить, да, есть ли в этом отеле обсервации? Зачастую менеджеры владеют этой информацией, если не владеют, то попросите запросить, или можете запросить сами, да, если уж очень переживаете, но есть такие туристы, которые там даже менеджерам не верят, можно такую информацию запросить, и... что еще? Ну, и, естественно, выбирать отель там, где обсервация будет, если уж так сильно боитесь, то выбирать отель там, где обсервация будет. Если будет паспорт, ПЦР сдавать уже не нужно? Если будет паспорт, ПЦР сдавать не нужно. Но это в том случае, если страна принимает по паспортам вакцинации, и наша страна на возврате принимает по паспортам вакцинации. Пока такого... Ну, да. Да. То есть будем ждать? Будем ждать. Ну, по-моему, мы уже принимаем из некоторых стран по паспортам вакцинации, только сегодня мы скидывали. Да. надо теперь выяснить себя да тут еще вопрос в том что тут еще вопрос в том что одно дело страна приняла право другое дело приняли эти правила авиалинии то есть в авиалинии это своя отдельная страна страна потому что например если грубо говоря там я хочу только шайлайн допустим или а если турецкий авиалиния не принимают сертификаты она только по пациентам они считают что безопасно то вы должны будете еще вот эту информацию кто мне даст тоже менеджеры конечно это надо же все это представится то есть вот сейчас на приходит можно по паспортам вакцинации мы говорим нельзя потому что пока мы не видели ни нормальных паспортов вакцинации не видели не авиалинии тоже у нас были случаи когда авиалинии не пропускали по паспортам вакцинации поэтому пока ждем. Пока то есть на практике вроде как бы все приняли, но вы понимаете нужно время. То есть я никого ни в коем разе не виню, но я понимаю, что это все, это такой вот процесс непростой, это все должно устаканиться. А границы не закроют? Как в том анекдоте, говорит все хорошо, но то, что вы меня Богом считаете, да? Нет, просто в прошлом году все время и нам звонили, и вам звонили, и спрашивали. Постоянно? И до сих пор еще сейчас, вот говорит, третья волна нас закроет. Ну, смотрите, уже третьи, вторые, пятые волны некоторые государства переживали неоднократно, и никто не закрывал свои границы. То есть уже, ну, перестали, все в один раз мы пережили, вот этот ужас кошмарно, и сейчас очевидно, понятно, что границы закрывать не будут. Сейчас мне все сейчас я уверена, там садятся вопросы из серии СПАМ. А вот Турцию закрыли, так вот, это не Турцию закрыли, это Россия запретила выезд своим гражданам, да, ограничила выезд своих граждан в Турецкую республику, потому что казалось, что ситуация с вирусом самая неблагоприятная. Да, и таким образом они снесли нагрузку на свою систему. На свою систему, да. То есть я имею в виду, что но границы Российской Федерации, они остались открытыми, а Турция в то же время она как принимала, так и принимала. Мы вот, например, ни от кого не закрывались, да? Казахстан какое-то время ограничивал полеты в Турцию, да, Россия, еще какие-то страны. Мы как ездили, так и ездим. И Турция как была открыта для всех, так и остается открыта для всех. Ну, пожалуй, по-моему, исключение сейчас составляет бедная Индия, да. А то есть риск остаться, как в прошлом году, мы помним, как бы эвакуировали как наших граждан, так и просто туристов, минимален остаться в ту сторону? Абсолютно, абсолютно минимален. Ну, и потом, опять-таки, я надеюсь, что, ну, давайте, предположим, самую страшную ситуацию, что все-таки наше государство вдруг решило закрыть границы, да? Если, например, закрыли Турцию, там, Египет или другой, вот, например, Арабский Эмират, где вы отдыхаете, то они не имеют права воздержать, вас все равно выпустят. Пустят ли вас наше государство, да, как это было в прошлом году, ну, я думаю, что все извлекли уроки. Было понятно, что надо дать время, чтобы люди вернулись, чтобы, я думаю, что, ну, как бы, очевидно. Ну, и опять-таки, если мы говорим про организованный туризм, то именно тогда, в марте 2020 года, когда начал твориться хаос, когда все захлопывалось одно за другим, ведь ни один турист не остался. Турист, который летел организованно, который летел с туристическим оператором, с туристической компанией, ни один не остался на произвол судьбы. То есть я, ну, вы помните, да, я сама лично принимала участие в этих во всех процессах, но никого не оставили. Да, были большие проблемы у тех, кто летел самостоятельно, у тех, кто не попал на вовозные рейсы, когда говорили, пора лететь, а они так подумали, да, или побудем еще пару-тройку дней, да. Вот. У тех, у кого, кто путешествовал самостоятельно, страшно, конечно, было то, что творилось в России, но это индивидуальные, скажем так, туристы, да, даже не туристы, это люди, которые работали, иммигранты, граждане и так далее. То есть это, да, но то, что касается организованного туризма, мне кажется, что здесь все сработали слаженно, чудесно, и очень много, ну, я не знаю, наверное, большинство туристов были вывезены без привлечения, вовлечения средств самого туриста. То есть очень многие, больше половины, были вывезены за счет средств туристических компаний, туристических операторов. Кое-где потребовалось, конечно, финансовое участие, вот, но потому что масштабы и объемы были колоссальны. Хорошо, вот человеку, допустим, мы объяснили человеку, что путешествие и в такой ситуации имеет место быть. Как лучше организовывать свой отдых, к кому обращаться, как выбирать правильно? Ой, это мой такой любимый вопрос. Это мой такой любимый вопрос. Вот вчера буквально была такая реклама, приходите, вы, говорит, попросите расчет в другой туристической компании, приходите к нам, мы сделаем дешевле. Вот прям всех призываю, не надо на такие объявления вестись и идти, потому что, ну, вот у меня сразу возникает вопрос, даже если я прихожу на рынок и вижу, что у всех по 3 копейки, а у кого-то по 2, у меня вот прям вопрос, а почему? Почему у тебя по 2? Что-то здесь должно быть нечисто, потому что есть определенная цена, да, и когда вам говорят, я вам сделаю дешевле, зачем человек работает, если бесплатно, да, вот это первое. Второе, конечно, нужно обращаться к компании, которые зарекомендовали себя и работают уже не один день. Естественно, как мы, как говорят, не встречают по одежке, вернее, встречают по одежке, провожают по уму, но в данной ситуации это вот та история, когда прямо нужно выбирать турагенты по одежке в том числе. То есть вы заходите, большой, просторный, красивый офис, работают несколько сотрудников. Но понятно, что сложить монатки и завтра же сбежать, собрать деньги с туристов, хорошо, если с моими 500, а если с его, с его, с его, с его, слава богу, мы знаем такие, вернее, не дай бог, но мы знаем такие прецеденты, когда туристические компании просто собирали денежки и все, и все. Это вот как раз тот случай, когда один компьютер, какая-то каморочка где-то там, вот. Но опять же, читайте отзывы, смотрите, сейчас информации навалом, просто навалом. Поэтому вот здесь нужно смотреть, что вам предлагают, как вам предлагают. Если в течение, я не говорю, что туристический менеджер обязан знать все, естественно, всего знать никто, не может даже самые-самые именитые, там профессора у них есть, наверное, чем больше учишься, тем больше понимаешь, что меньше знаешь. Тем не менее, если вы задаете вопросы, ну, касательно, там, например, вот Турции и Египта, где уже все изъезжено, все уже давным-давно известно и понятно, и вам там ваш менеджер в течение там полчасовой беседы постоянно говорит, не знаю, я проверю, я посмотрю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, это плохой тоже. Это тоже плохой знак. Это сигнал. Это сигнал, да, 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 хотя они опять-таки, я тоже говорю, вот вы меня спросите, я тоже не знаю ответы на какие-то вопросы, но я точно знаю, где это узнать, у кого это главное узнать, и дам достоверную информацию. Но в большинстве вопросов, конечно, мы компетентны. А может быть, все-таки лучше самим? Нет? Самим или среагировать, вот еще можно на горящий тур? Можно, горящий тур есть, самим дешевле, горящий тур дешевле. Да, 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 смотрите, что такое самим? Самим можно, можно, но это не дешевле, или, скажем так, если это и дешевле, то вообще не всегда, вот совсем не всегда. Прям вот в крайних-крайних случаях, да, есть прям там определенные направления, потому что туроператоры, гиганты, они скупают, грубо говоря, номерной фонд в отелях, на массовых направлениях. Откуда у нас в нашей стране гиганты, Валерия? А у нас нет своих гигантов. В том-то и вопрос, что у нас своих гигантов практически нет. Это либо с участием иностранного капитала. Ну, значит, самому вы дешевле? Нет, слушайте, почему так? То есть, смотрите, например, возьмем компанию, там, Пегастуристик. Это огромный, это огромная машина, и они присутствуют на нашем рынке. То есть, есть представительство здесь. И, естественно, мы все работаем. То есть, вы часть вот этого глобального рынка? Глобального рынка. Естественно, мы работаем по ценам, когда скупается номерной фонд, грубо говоря, там в той же Турции, Эмиратах и Египте, то он скупается и для России. Вы можете стать, а я, как отдельный турист, не могу стать этого. Вы будете покупать как розницу. Как розницу. А мы берем, говорим про опт. Дальше, по поводу авиабилетов. Да, конечно, в системах, в агрегаторах, как правило, можно найти билеты, сидеть, ловить бесплатно, дешево, извиняюсь, дешево. Но ночами это нужно делать и не за один раз. Мне хочется сейчас рассказать, мы поймали билеты, я говорю, сколько ловили? И там разница 10 долларов. Мелочь, а приятно. Мелочь, а приятно. Я согласна. Хотите, пожалуйста, вот даже не уговариваю. Но что касается массовых направлений, Турция, Египет, Таиланд, Арабские Эмираты, сейчас возможно будут еще какие-то, да, то есть у нас вот это самые-самые ходовые, но не будет у самого дешевле. И если что, выезжать все-таки лучше толпой. Да, 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 ну на самом деле. А что касается горящих туров, вот то, что мы сейчас видим, да, они есть, они есть, и все это как бы, это реально. Но надо тоже понимать, что, например, тур за 150 евро, или 180 евро на одного человека, при условии, что только билет туда-обратно стоит 300, да, то есть надо понимать, что это не будет лакшери-отель, никогда. То есть 150 евро, это самый-самый простенький. Ну, перелет, естественно, будет авиакомпанией, там, это могут быть и там турецкие, и на Ишаке. Нет, естественно, если мы говорим, что авиаперелет включен, авиаперелет включен. Но надо понимать, что вот такие горящие предложения, они, как правило, у отелей, ну, таких попроще. И если отель, опять-таки, отель дорогой, и он снижает цену, ну, это все равно не будет 150 долларов, мы понимаем с вами, да? И вот, когда мы видим, как 150 или 190 долларов, надо понимать, что это никак не неделя, не 10, не 14. три ночи. Ну, я сама публикую у себя на страничке на сайте три ночи. Три ночи, три звездочки, вот. Понятно. Больше потратишь времени, больше потратить времени на ПЦР. на самом деле, да, но в любом случае, как бы то ни было, мы должны... Спередачи таким джентльменом. Да, 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 да. Мы должны понимать, что сейчас в Турции отдыхать выгоднее, чем на Иссыкуле. Как ни крути, как при всей моей любви к нашей чудесной жемчужине, к нашему горному озеру, при всей моей... Можно меня обвинять вне патриотизме, тем не менее, я скажу, что на сегодняшний день в Турции отдыхать дешево. Это такая отдельная тема, я считаю, для разговора. Внутренний туризм речь идет, ведь сейчас уже не только в Иссыкуле, и внешний туризм. Об этом мы как-нибудь поговорим отдельно. Поскольку у нас истекает время, один такой очень важный вопрос. В прошлом году, во время пандемии, мы говорили с вами и говорили о том, что сфера туризма, вы произнесли такую фразу, поднимется с колен тот же других. Как есть? Как сейчас обстоят дела в сфере, в этой сфере, как чувствуют себя турагенты? Если говорить конкретно о нашей компании, мы поднялись гораздо быстрее, чем мы ожидали. Но мы рискнули. А многие не решились рискнуть, и они до сих пор, многие ведь, я знаю, закрылись и до сих пор не открываются. Не так все радужно, не так все замечательно, как хотелось бы, тем не менее, у нас есть работа, и мы за это благодарны. Что касается, в чем, в общем-то, основная проблема? Проблема в том, что работать, работать стало веселее, веселее. Потому что правила меняются, ну, молниеносно. Да, то есть, вчера не нужен был ПЦР, сегодня нужен. Он попально был вчера, 30-го числа, мы получаем сообщение, что с первого ночью, 30-го, 30-го на 1-го, что с первого числа ПЦР сдается повторный в Арабских Эмиратах. То есть, когда прилетаешь? Да, то есть, вот смотрите, у меня завтра вылетает турист, а я ночью получаю информацию о том, что здесь он сдал ПЦР, и он туда вылетает, и там еще ПЦР. А уже ничего не поменяешь, не отменишь, если он скажет, я не хочу я сдавать этот ПЦР повторно. Потому что полетел, потому что мне надо повторно ПЦР сдавать. И так далее. Ну, вы понимаете, да? Вот, потом, например, ну, вот ПЦР, потом вот эти всех эскоды, да, то есть, вот эти формы заполняют практически по каждому направлению, по каждому. То есть, если раньше мы просто выдали, то теперь мы должны рассказать, то есть, работа стала, я имею в виду, нагрузки. Стало бы два раза больше. Потому что раньше мы просто рассказывали о направлениях, выдавали документы, заключали договора, принимали деньги, контролировали оплату, контролировали все там, то теперь мы еще контролируем ПЦРы, рекомендуем лаборатории, проводим, знаете ли, этот, как это правильно сказать, сессии психологической разгрузки, когда хочу ехать, но боюсь. А уговорите меня, что надо, или отговорите меня, что не надо. Дальше мы заполняем ПЦРы, мы все это контролируем, мы все это смотрим, ну, по крайней мере, наше агентство, я слышал, что кто-то там документ выдал, он там на сайте заполнишься, мы все это делаем сами. Вот представьте, насколько количество человек то же самое. Туристов стало меньше, однозначно, работа стала больше. Все понятно. Значит, вы считаете, что ехать можно? Ну, если вы спросите меня, у меня вот шило внизу спины, мне можно. Мировой туризм делает все возможное, чтобы... Смотрите, не весь мировой туризм, нет, я имею в виду, что вот мировой туризм в странах массового, массовый туризм, то есть, опять же, Турция, Египет, вот сейчас Куба, Доминиканы, для нас не настолько это возможно и актуально, но для России, да, то есть, они делают все возможное, что касается Италии, там, Греции, они тоже открываются, ну, как-то так, приоткрываются, и они выбирают, то есть, если, скажем так, вот то, о чем я говорила, делают все возможное, чтобы туристу было комфортно, и они работают, прежде всего, ну, скажем так, внутри страны, внутри отеля, то, что касается Европы, это по большей части, вот, как-то вот, как бы, вот туризм нужен, но как-то мы хотим закрыться, вот, как бы не всех пускать, и как-то вот, вы там как-то сами, там, вот, давайте вакцинируйтесь нашей вакциной, потом, потом посмотрим, то есть, вот здесь чувствуется какая-то такая, ну, Европа богаче, что я могу сказать, им виднее. Все понятно, спасибо, я думаю, что мы ответили на большинство вопросов, которые есть у людей в связи с летом, в связи с выездным туризмом, понятное дело, что COVID есть, понятное дело, что никуда от этого не деться, но, с другой стороны, есть люди, которые считают, что жизнь, лето, нельзя отложить, нельзя отложить на потом. Если мы не встретим этот рассвет, то мы пропустим целую весну. Помните, паровозик из ромашки? Если вы считаете так, что наш эфир был для вас, а для всех остальных мы проведем следующий эфир про вакцинацию, хотя, может быть, эти люди могут и совпадать, и пересекаться. однозначно. С нами была член правления Ассоциации туризма Кыргызской Республики, директор туркомпании First Class, автор программы «Чемоданное настроение» Валерия Боброва, человек, который знает о выездном туризме очень много. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Спасибо вам, Валерия. Вам спасибо. Спасибо вам, что вы были с нами. До новых встреч.